Великий Шелковый путь – одна из семи граней Великой Степи, который обозначил в своей статье президент страны. Сейчас на прямой связи со студией доктор философских наук, преподаватель Костанайского государственного университета Калкаман Джакам. Калкаман Хасенович, добрый день. На ваш взгляд, какую роль сыграли тюркские пири в развитии древней торговли, торговой магистрали? Я, наверное, начну с небольшого примера. И как-то евразиец Савицкий в своем выступлении отметил, что культура саков намного выше, чем культура греков, чем культура римлян. Особенно в плане возделывания золотых изделий и украшений. Дальше он отмечает – великая степь полна золотыми человеками. То есть торговля, великий шелковый путь. Что значит торговля? Кто идет и куда идут? Есть ли такие действительно изделия? И вот такая высокая культура возделывания других металлов, наверняка все это привлекало представителей многих стран и государств, представителей этносов и различных культур. На великом шелковом пути встречались люди с разными взглядами, мировоззрениями, научными выкладками, обычаями, традициями, языками, религией. То есть наверняка, а скорее всего точнее, наши предки сегодня нам передали ту толерантность, взаимопомощь, взаимопонимание. Вот эти вещи сегодня позитивно играет для сплочения полиэтничного государства Республики Казахстан, который перед собой ставит здоровые амбициозные задачи. И эти задачи, безусловно, будут реализованы. Спасибо. Расскажите, насколько сейчас студенты заинтересованы историей Великой Степи? И есть ли в университете специальные программы, которые предусматривают участие студентов в археологических раскопках? Совершенно вы правы. Последние годы не только старше поколения молодежи, особенно студенческие молодежи, очень широко и разносторонне интересуются биографией своей нации. То есть истории. Потому что, к сожалению, до последнего времени в нашем обществе преобладало евроцентрический подход к истории своего народа. Но после того, как мы уже стали знакомиться от очередной историко-философским трудом Ельбаса Нурсулдан Абриш Назарбаева «Семь грани Великие Степи», конечно же, и перед этим год тому назад Рухани Жангру, безусловно, мы со студентами в этом плане практически перестроились. Не только представители гуманитарных дисциплин, не только конкретно историки, а уже представители действительно других специальностей. Вот очень интересно. Студенты юридического факультета, экономического факультета, ветеринарного, математического, информационного. Многие из них уже сейчас пишут письменные работы, рефераты, которые касаются истории своего народа. И находят очень интересные факты. Благодаря, конечно, новым формам средств массовой информации. Это и телевидение, это сайт, это интернет и другие. Конечно же, не игнорируя архивные документы, которые составляют очень интересные факты. И работать, конечно, студентам интересно. Спасибо. Тем более, следующий год, год молодежи. Спасибо за интереснейшее интервью. А я продолжу выпуск и в продолжении темы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!